ловри базе в этом плохом канале как наверное вы дорогие подписчики моего канал который смотрит уже много видео моих заметили что у меня бывает первая серия чего-то вторая серия чего-то и третья серия чего-то на этот раз это вторая серия про идиотизм вот они просто серии появляются из-за комментариев просто но я вижу какие-то комментарии достаточно спорная да то есть и на них я записываю потом какой-то ответ потому что обычно он как-то объединяет все как бы то что я за это говорю вот смысл людям варил и так первое по поводу механиков и прочих я конечно муж кому обидно было сейчас в конце еще более подробно по этому поводу поясню просто вот человек там написал что если бы ты был механиком ты бы знал что надо менять сальники там это самое сгусятницы для тех кто не понимает может вам не надо это понимать вот дорогой друг еще остальные такие же друзья типа но есть у меня был опыт там не надо заниматься не своим делом вот это вот все я уже менял это на софтейли менял я знаю что их надо менять и идиотизм в том что я знал и не поменял так понятно нет непонятно вот то что не впадал был меня здесь еще второе правило которые знают те же самые механики но другие о том что если работает не надо трогать или не течет и слава богу вот я кстати не сторонник этого подхода но часто он работает просто так как у меня не текло и туда не полез вот жду обойму в этой самой выбор этого подшипника из питера гусмача я заказал кощами это обошлось в три с половиной тысячи рублей это вот это обойма подшипника и два сальника то она вы поменять ну потом на засниму все этих видео полно прода по на английском языке как все снимает муторная дико процедуру мы сейчас чеком общались из севера педороводска извини из перепутал которую как раз все то же самое все снимает и стандартная процедура вот стандартная отдельное видео сделать что вот надо прямо сразу купить тоже она вас точно потечет если что-то одно потекло уж принять все сразу а сам этого не делаю тоже про идиотизм вот это первое второе очень много споров я записал видео позже выложу вот более подробно по поводу мотоциклизма вообще в россии и люди приводят примеры из но цитаты на английском языке из чего-то про мотоциклы про америку про чоппер и там и так далее вот и пытаются это дело значит сюда как-то переложить на нашла ты как бы поэтому возникает много споров это очень большая тема ребята и может быть она будет вообще никому не понятно или понятно очень мало кому вот но если вы попытаетесь вникнуть в этот процесс я считаю что эти руками а грязный я просто это крыло украсил ребят вы крыло можно красить любом мотоцикле это еще некоторых возбуждает они считают что на карлина отчет делать я переделал мотоцикл ты вот сейчас я по этому поводу скажу по поводу нашего отечественного мотоциклизма вот и вот как что он из себя представляет это очень большая тема очень большая и она более понятно я считаю более молодым людям которые 30 лет там 25 они не озадачены вот этим совковым прошлым им допустим не передалось от родителей вот это вот совковые понятие какое-то вот и поэтому они более свободные с этими людьми но в голове свободная с этими людьми общаюсь как бы достаточно часто вот например с парнем записали я здесь ты меня смотришь друг по-моему не помню вот еще раз мы с тобой запишем не получилось у нас там записали в кафе черное что парень просто водитель автобуса он купил пираж жизни мотоцикл спорта который никогда в жизни вообще не ездил вообще не на кого вообще иначе он тут же поехал в европу на месяц вернулся обратно там 7000 километров все непонятно извинять вот просто к слову вот что это такое просто сел и поехал вот еще вообще такого нет не он не механика чертала его не понимает ничего него при этом не сломалась но отдельно запишу вот если интересно если есть еще такие люди пишите комментарии с удовольствием запишем своим просто как пример так вот немного вот про вот эту историю я расскажу это предыстория большого такого ролика и может быть даже серии роликов да что вам более было понятно почему она собственно происходит одна часть так скажем вот этому циклизма там сейчас по комментариям к этому видео я пойму что вам из этого непонятно просто я так несколько страны на все дело смотрю и так в америке с 50-х годов развивается культура мотоциклизма но в частности визуальная его часть не механическая то есть механическая это на бобер вот это вот когда это на скорость вот как бы гонки да а визуальная часть из него появился чоппер вот из визуальной части единственное очень большое очень большое такое вот но которое как бы к нам никак не переходит это то что в америке очень развитая часть дорог да то есть и это широта примерно турции вот поэтому там ездит на мотоциклах там между городами исторически как бы вот так еще атаковка на мотоцикл там 70 долларов год но сейчас пока насколько я знаю если там тут же по америке поправьте меня вот поэтому это достаточно распространенный транспорт не очень нет транспортного налога да и страховка дешевая и как бы и из того что я как бы общаюсь до из того что я вижу тоже поправьте если я не прав вся эта мото культура связано с ладжевой трамп по-английски бродяга бродяга чистом именно в этом весь какой весь кайф этого всего дела не в ковыряние поршней а именно в бродяга чувствует как бы то есть и когда ты просто начинаешь куда-то ехать на мотоцикл я думаю что эндуристы те кто вот ездит просто путешествует меня сейчас поняли о чем я говорю а вот когда к нам пришел харли на мой взгляд то есть он как бы перешел больше к каким-то ну то есть нас есть бог очень большая вот это вот структура людей которые сейчас объясню о чем нас при советской власти делали мотоцикла не для людей а для плана но для того чтобы просто его сделать для тех кто как бы ездил на днепрах явах там и уралах это отдельной категории людей которые больше ничего в этой жизни ковырять не хочет обычно потому что они в в детстве наковырялись и думают что это то же самое их можно понять вот это мотоцикл чтобы доехать до поля вот или до соседней деревне максимум и обратно вот и тебе дотолкать вот такая вот история то есть но это у нас не были развиты путешествия на мотоциклах и не было дорог вообще нихрена это помню вот у нас деревне было когда в детстве был маленький был да то есть у нас была одна единственная я как бы и на ней человек ездил просто по деревне и по моему до соседней просто вот максимум что я помню больше никуда никто не ездил не дай бог например за урал поехать на мотоцикле но я не знаю там как герой к кому какой-нибудь может ездил то есть это был вообще не развита у нас были путешественники это те кто не ходил с рюкзаком вот я помню вам говорю поправьте меня еще ходил в байдарке тоже было прикольно в детстве было как-то это развита а вот путешествие авто но как-то вроде были но вот у меня не было ни одного знакомого который так ездил мотоцикль на велосипеде вроде кто-то ездил вот именно путешественники были рады еще криминальная обстановка была не очень еще в 90 годах тоже был мягко не очень криминальная обстановка еще из-за этого частично тоже было его я помню когда ездили с палатка ночевали с ножом и стопором там ну как бы не все так было просто в америке же при этом вот этот трамп индустрия то что вы там лайкаете вот на фотки на это самое всяких там чоппер без пластмасса не реклама просто вот эти вот все люди которые спят патентам ночь перевязавшись мотоциклует вот трампа как раз вот это вот бродяжничество когда это еще связана с тем что человек ищет работу у них это раз и раньше было принято как бы сейчас поaminga тоже вот могу путать вот у нас до сих пор это не принято гастрабайта короче бег должен приехал что-то по делал приехал дальше что-то там приехал дальше что-то по делу их принято вот как бы двигаться вот так у нас принято сидит на одном месте никуда не передвигаться поэтому эта культура нас нет вот и ездить на мотоцикле который ты построил под себя чопа это он как будто мотоцикл мотоциклизм весь смысл в том что ты его сделала под себя так как тебе нравится вот это совершенно другая херня у нас это из-за гаражного строительства когда-то мог я доехать до поля да и то есть и ковырял все дело выросла в выпендрешь потому что дальше гаража ты ну как бы ездил да то есть это мог показать только в соседнем гараже что ты сделал а мотоцикл для путешествий индивидуальный у нас на мой взгляд по партии меня еще раз не развит именно вот из-за вот этого самого прошлого вот которая вот у нас вот так гнетет поэтому механик это человек который крутой раньше был крутой тому дядя вася у него там есть там не знаю какой инструмент который хрен найдешь там он умеет это делать он молодец там он там на это рукастый вот это вот было принято потому что без этого было невозможно делать при этом американцы делали технику обычную для людей чтобы она ездила они ездили на их вот они в огне вокруг поле у нас это культуры нету я не говорил не нету и не было и не веришь это плохо и не говорю о том что там кто-то патриот не патриот совершили пиарнику и америку абсолютно ничего вообще кого-то шли к этому не имеет просто вот у меня есть такой пример муж кому понятно будет ножкам нет есть суши по и правильно по-японски суси вот это целая культура очень большая или например там икибана вот очень большая культура но ее нельзя делать из пельменей понимаете нельзя это не будет суши не будет это будет четное что и во век все будет плевать что ты так видишь что это надо делать из пельменей понимаешь в чем брать чем разница если ты хочешь изучить японскую культуру уровне вникнуть и делать именно японскую культуру. Ты можешь в ней внутри двигаться, но делать что-то свое снаружи никак не получится, потому что получится пельмени. И я там в свое время просто японской культурой много увлекался, архитектурой, там, икибаной и прочее. Это мне было интересно. У них это вообще отдельно совершенно, просто там мышление совершенно другое. Для этого надо в это вникнуть. То же самое с мотостроением. Это совершенно отдельной культуры, которой у нас не было. Не было вообще. И, как сказал Сергей Холестов, честь ему и хвала, он же Бородат. О том, что у нас этого не было. И не надо это не начинать, потому как уже поздно мы отстали вообще фиг знает сколько от Европы и на Америке. И не надо этого делать. Я, как видите, этого не считаю. Я считаю, что мы с мизантропом, с Асмайлом, внесем культуру вот этого вот куда-то в массу, пытаемся ее пронести. И думаю, может что из этого выйти. Поэтому такая большая предыстория, когда человек цитирует там, например, название там Чоппер, Бобер, там, допустим, это вот там рама, там, допустим, такие-то колеса. Это описание мотоцикла. Но в нем отсутствует то, что это просто индивидуальный мотоцикл. Человек сам себе его сделал. Не повипендриваться. Ему так нравится это сделать. Вот точно так же я делаю мотоцикл, потому что мне так нравится делать. Мне нравится. Мне поливать, кто на него будет смотреть. И не собирать его показывать. У нас развит кастомайзинг, да, то есть когда человек делает что-то для выставки, оно ни хрена не ездит никуда. И он может ездить вокруг гаража, но доехать до Апатитов, на нем, ну, как бы, это вообще Unreal. А это мотоцикл, чтобы доехать до Апатитов. Понимаете? Это для путешествий. Поэтому я больше понимаю индуристов. Ну, я так его называю. Туристов, да, то есть мода-турист, который просто куда-то попер. У нас обычно ездят там на Вородерах, на каких-то вот тяжелых вот таких вот индурок, грязные вот эти, с холодильниками вот эти люди, они мне более понятны, как бы, чем вот люди, которые в гараже вот это вот строят, для того, чтобы завести, заглушить и поставить до зимы. Ладно, окей, съездить на фестиваль, может быть, на какой-нибудь. Вот, а мне интересно вот именно путешествие. Так, есть один чувак, я думаю, вы его знаете прекрасно. Я тоже его смотрел периодически, который двигатель строит где-то на Украине, там, из Днепра. Вот он просто снял та самая, ролик про свой мотоцикл, который он построил сам. И описал тебе ощущение, ту радость, которая говорит, блин, какой кайф ехать на мотоцикл, который ты сделал сам под себя, вот как бы, как ты захотел. Вот именно вот это, вот как бы, я и делаю. То есть вот, я и долго ездил на стоковом обычном мотоцикле, мне это показалось неинтересным. Вот, абсолютно. Вот, а когда ты его сделал под себя, это добавляет огромное количество ощущений. И из эндуро, и вот этого вот туристического фигни ты ни черта не сделаешь. Вот, да и не надо там ничего делать, там грязь надо просто смыть иногда. Вот, совершенно для другого. Это больше транспортная такая фигня. Про что вот я, собственно, и пытаюсь объяснить. А вот этой культурой, когда, как бы, ты разбираешь мотоцикл, да, то есть, допустим, ты его как-то изменил, тебе показалось вот так, тебе нравится ехать вот так вот, чтобы у тебя было это здесь, вот так вот, ты поездил, получил опыт, из этого прилепил что-то вот здесь, здесь у тебя краска стерлась, и хрен с ней, потому что, как бы, это на скорость не влияет, вообще не до что не влияет, мне, как бы, плевать. Вот этого уже прерастает, вот этот вот индивидуальный мотоцикл. У нас это понятие, на мой взгляд, оно, ну, гаражно-выставочного вида стало. То есть, человек, да, он все по канонам правильно построил, все ровно, аккуратно, и вот он пришел на выставку, получил пресс, ничего плохого, таких ключик сказать, не могу просто вот как есть, да, но до апатитов он не доедет, ну, не доедет, он и не хочет туда ехать, там холодно противно, вообще, как бы, не то. И немножечко, допоследок, про скоростные и прочие характеристики. Когда, вот, ну, ты, вот, например, едешь, хрен с ним на Вородер, да, ничего плохого, не хочу сказать, просто, например, на Вородер едешь, да, ты проехал 4 дня, например, ты едешь, 5 дней, ты проехал 4000 километров, тебе надо ехать еще обратно, вот, по шоссе, притом ты едешь, они обычно ездят по шоссе, вот, или куда-то съехал, например, там, палатку поставил. Тебе настолько наплевать на ускорение вот этой всей фигни, при этом абсолютно просто. Ты же забыл, что, там, допустим, если ты что-то модифицировал, там, по-моему, память не изменяет, они от столько, по-моему, никуда особо не уходят. Но поправьте, говорю, опять-таки. Вот. И здесь это то же самое. Вот эти все скоростные характеристики, они нужны для гонок. То есть, вот, ну, когда вот нужно разогнаться где-то там, допустим, что-то там такое. А вот для, вот, именно путешествия это, ну, повторюсь, как-то, блин, непонятно для чего это. Не знаю. Через два дня ты забудешь, какие-то там волны стоят, абсолютно наплевать. Вот. И все ты там прекрасно обгонишь, там, 100-120 км в час абсолютно. Поэтому вот такая вот у нас картина. Грустно, печально, хорошо, плохо, не знаю. Вот. Ну, как есть. Вот. И вот этот вот стереотип, на мой взгляд, как дети сейчас модно говорят, вот он у нас с Советского Союза есть. Он очень большой. Его, может быть, вам не видно, или там, допустим, люди обычно собираются, вот как-то кучкуются куда-то, то есть вот они вот там меняются там шестеренками, там что-то, ремонт именно, вот ремонт интересен, да, то есть это вот, на мой взгляд, больше вот с этого уральства, да, то есть когда круто было чинить, потому что если ты не чинишь, ты не поедешь никуда вообще, и ты не доедешь вообще никуда, он и не поедет никуда, если ты вообще ничего с ним не будешь делать. А здесь еще другая ситуация. Ты сел себе на Карли Дэнсон и поехал, вот, и как бы ездит он себе, как бы нет там вот такого сравнения прямого. Да, его надо обслуживать, на мой скромный взгляд, да, то есть, но прям такого какого-то прям обслуживания, какого-то безумного и знания абсолютно всего тут, ну, на мой взгляд, мне по крайней мере это не надо, я собственно и не хочу. И на последок еще хочу сказать, по поводу ремонтов и прочего, мне не нравится это делать, я не испытываю об этом кайф, и как бы мне не интересно это делать вообще просто. Это единственное, как бы, почему я это делаю, во-первых, я не хочу общаться с мотосервисами, платить им деньги, и вообще с ним хочу с ними общаться. Во-вторых, мне так надежнее даже, вот даже поэтому, да, то есть, потому что я сам знаю, что я там не доделал, вот, и где я это не доделал, вот, а не кто там, дядя Вася, дядя Петя, что он там не доделал, он забыл там, грубо говоря, не так сделал, очень мало кому можно доверять, в этом плане, уже говорил в каких-то роликах по этому поводу, поэтому вот я занимаюсь ремонтом самостоятельно, это действительно можно сделать самостоятельно, и поэтому мне вот это нравится, а не то, что я прям кайф канаю, от того, что я буду тут я могу все разобрать потом что-то собрать да плевать меня это абсолютно мне нужно чтобы она ехала то есть у меня задача чтобы она ехала вот и она едет я доволен не вот просто вот в аппетит купить как доволен вот и если при этом надо что-то иногда подделать мне это не стремает абсолютно если это надо было делать как например по меня урал не был поэтому чуть могу сказать только по отзывам других кого он был тоже надо все время что там ковырять конечно я не стал бы этого делать поэтому наверное большинство те кто вот ковырял в детстве там в юношестве и прочим там вот эти вот днепры урал и то есть они наелись ими так что они ездят обычно на галдея на японского мотоцикле который без проблем там вообще ездит им вот это все настолько далеко как бы у нас поэтому как потому что им не хочется им хочется просто комфортно ездить то что в детстве они на йоге риски к этого который не заводил ездили до поля там за самого них в поле взрывались цилиндры там это самое текло масло на елке там как бы вот так ему еще не хочу привидели чего-то эти похожего да то есть не не вообще ни в коем случае нет поэтому носить такой очень большой пробел и те которые ну вот повторюсь опять то есть все которые в возрасте гордит 30 лет а них этого не было мизантропта между прочим пом столько лет есть 33 34 вот то есть у них не было вот это вот тяжелого советского прошлого поэтому им проще вот это все избавиться поэтому может быть может быть вот уж этот вещаю да то есть именно для них будет полезно а для более старшего поколения отдельно тоже поэтому сниму очень многие спрашивают а вот я вот ездил вот когда-то на днепре не такой страшно с тех пор никуда не вот этот вот страх перебороть что вот это будет опять повтор этого то же самого там или наоборот я ничего не знаю в новой фигне его тоже достаточно просто перебороть то есть люди ездят 70 лет ребят в той же самой америке просто там покупают мотоцикл ездит вот у нас не принято просто но это всегда можно поменять вот это вот принято не принято добавить не хотели чего принято вот чего там такого нет когда ты сама поехала там между не на тверью там коньки костромой там ты никаких понты там не те перетенды выпендриться там кроме как между там проезжающими газелями не будешь там ты абсолютно плевать арсенька раз в чате беседу по этому поводу что там я ездил в таких местах где все мотоциклы дома на одно лицо и все равно есть у него спрингер или нет вообще покрашен или нет и дурит ли вообще все одинаково абсолютно поэтому ты приехал у тебя не даже внимание никто не обратит потому что всем плевать просто не живут своей жизнью все вот а конечно когда ты ходишь тусовки какие-то там у тебя там наверное кто-то наши данная смотря просто этого не делал не интересно это имею интереснее ездить поэтому может быть вот у нас вот появится вот это вот точнее вырастет побольше вот это вот категория именно ездунов вот куда-то потом одна одна большая тема с дорогами есть такое мнение там который непонятно чем основано что у нас нет дорог поэтому надо есть на вездеходы как полный вранье на дороге давно построили остались одни дураки на нас в россии две проблемы 1 дороге другие дураки вот дороге сделали вот реально я вам говорю то есть вот везде где я ездил они но не идеальные но вообще близки к идеальным то есть вот настолько ком-то трассы кола всем рекомендую кто не поехал в апатиты в этом году там все там степор еще не ставим подождите пока стоит вот дорога кола красивейшая одна из самых красивых вообще в россии это просто вообще такой кайф по них ехать но это начинается ровно за полярным кругом приблизительно после 50 километров после перечечения полярного круга красотища просто необыкновенно видишь так вот и за мурманском дичайший красота всем рекомендуют до съездить вот сам наверно опять поеду тоже без севера не могу под земли кубе ду и вот и блин когда ты едешь при этом на той технике которые ты как бы знаешь да то если сам еще что-то в ней проковырял эти удобные это делаю для удобства вот эти все мотоциклы американские вот они вот эти все формы они сделаны не сколько для красоты сколько для удобства ребята для удобства езды далеко блин ну и кроме боберов конечно который именно для разгона чтоб тебе удобно было сидеть удобный руль высокий руль это удобно при езде далеко вот удобно потому что руки у тебя висят отдельно сделаю ребят про руль обещаю точно что на низком руле посадка другая тяжело ездить чем-то дальше отклоняюсь у тебя руки висят вот так кисть висит вот вот так вот болтается она не напряжение какого нет вот это вся вот посадка вот такая то есть тебя есть упор назад чеси седло передел в стиле 70-х годов то что это удобно вот это вся эта фигня как бы то есть когда-то облокачивайся на мешок вот и прочее то есть вот как бы это удобно для езды далеко и вся вот эти вот чокер на вот эта вся тема она без этого всего без езды выглядит непонятно то есть когда ты сделал мотоцикл для езды чтобы его показывать где-то а он же для нашу ездить и простые как только он начнет ездить от него начнутся отваливаться какие-то вещи красота и прочее вот тем ребят для обсуждения сейчас сами знаете время такое можно много чё обсудить потому что афигли еще и чё делать вот у меня там финальный блин который раз уже финальная часть этого софта его блин короче доделывал я седло короче вот напоследок полный напоследок точно скажу после скажу что ну я там побавился покрасил кривая там пократься хрен с ним как быть неважно встречу это перекрашивать но седло я делал пирож жизни то есть и тем людям которые кожевики которые делать все для готов поставить памятник ребята это ужасный геморрой просто вот прям тяжело это делать прям реально это тяжелый труд ребята поэтому это стоит прям реальный денег когда к вам говорят что это стоит денег поймите ребят это геморрой выпиливание этого самого поролона это просто вот жесть поэтому даже вот не большое спасибо за консультации какой в конце ролика но все равно скажу лёша балу ссылка в описании на лёшу балу кожевик там с вот такой огромный буквы который я знаю очень давно интервью с ним даже записывал о том что халига вот это самое сергей батюшка огромное ему спасибо тоже там него ссылку поставлю в описании тоже мне как бы дал совет как правильно это делать вот но еще от нам на вовку поставлю вот из ногинска тоже седло делает вы как бы вдруг вот дистанционно там уж кому интересно будет вот то что эти два первых москве вот там действительно отдельное искусство вот и не знаю мне даже это больше понравилось серьезно чем перекрасить вот но я сделаю себя как это удобно просто жопа в том что объяснить например человеку какой формате это надо сделать ну блин тяжело я это делал как бы прям садился вымерял какой угол мне нужен как мне это надо там удобными или ты ли нет то есть вот как бы вот прямо именно под себя я делаю седло вот это отдельный ролик все а то еще бесконечно буду говорить